МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Новым годом! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Беловшева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не останавливаться. Новый год наступил, но Софиевская площадь столицы пустеть не торопится. Занимайтесь спортом, братья, водные процедуры и водные поздравления от мэра Киева. Цена салюта. Одесские пожары в новогоднюю ночь. 2016-й наступил, и едва подошло к концу ночное празднование в Киеве на Софиевской площади. Кстати, видео, снятое с высоты птичьего полета, уже есть в сети. Как уже утром, у главной елки собралась свежая порция желающих поделиться друг с другом своим хорошим и, судя по всему, очень жарким настроением. Из центра новогодней столицы наш корреспондент Александр Пантелеймонов. Новый год уже наступил, но в центре Киева на Софиевской площади очень оживленно. Люди гуляют, веселятся. Праздник продолжается. Здесь сразу несколько Санта-Клаусов, и их на всех не хватает. Наконец и до нас доходит очередь. Как вы думаете, чего от Нового года ждать? От Нового года? Подарков. От Нового года. И всем настроения хорошего. Новогоднего. Новогоднего настроения хоть отбавляй, веселятся все, и взрослые, и дети. И надежда у всех только на лучшее. Хочу переехать в новый дом. Хочу, чтобы дети наши были здоровые. Хочу, чтобы у них было мирное небо над головой. Спокойствие в этом году хочу. Всем здоровья, счастья, удачи. Скажи, с Новым годом. Говори, с Новым годом. С Новым годом. Громче. Громче. С Новым годом. Для тех, кто ночью работал, праздник только начинается. Атмосферы и настроения хватает на всех. К сожалению, ночью я не был. Я дежурил сегодня ночью, поэтому не мог далеко отходить. То есть у вас сейчас празднование такое началось, да? Да. Да, началось празднование. Внук привел меня сюда. Я ему очень благодарна. Всем добра, мира, счастья, удачи. Молодежи денег, чтобы они могли работать хорошо, чтобы им было удачно. Повыходили замуж, поженились они. Те, кто и сегодня здесь работают, не унывают. На рождественской ярмарке торговля идет бойко. Продавцы не нарадуются. Горячий пунш на Роме. Алкогольные и безалкогольные глинтвейны. Вишневый, малиновый, мандариновый. Классический. Как торговля, скажите? Хорошо, потихонечку работаем, согреваемся. Много людей. На Новый год вчера было очень много. Не приходится сидеть без дела и тем, кто следит за порядком и чистотой. На площади убрано и уютно. Я смотрю чисто, да? Да, пока нет. Пока так не очень много. Может, до обидца будет много. Но пока нормально. Урны пообирали. Потихоньку даемся за чистотой. Заряд новогоднего настроения на площади далеко не иссяк. На сцене уже проверяют звук музыканты. На ярмарке разогревают кофемашины, плиты и печи. Этой ночью праздник в центре столицы продолжится. Александр Пантелеймонов, Никита Исайко. Подробности телеканал Интер. И о том, как праздновали Новый год по всему миру, мы расскажем буквально через несколько минут. Не применул поздравить киевлян с Новым годом и мэр столицы Виталий Кличко в костюме Деда Мороза на водных лыжах. Вместе с президентом федерации вейкбординга и воднолыжного спорта Юрием Зазулием пожелал всем здоровья, радости, побольше спорта. И нырнул в новогоднем костюме прямо в Днепр. Чтобы каждый был здоров, не боялся докторов, занимайтесь спортом, братья, и тогда вам будет счастье. И погода, и вода не имеют никакого значения. Любая погода, любая вода для спортсменов радость всегда. Трагедия едва не закончилась новогодняя ночь в Одессе. В частном секторе вспыхнули крыши трех домов. Они выгорели полностью. Причина – банальные салюты. Пожар начался сразу после полуночи в 10 минут первого. По словам очевидцев, люди запустили фейерверк, который попал на крышу. Она загорелась, и огонь моментально перекинулся на соседние дома. С пожаром боролись до трех утра. А на Закарпатье в Кузском районе загорелся газопровод «Союз». Один из его подземных участков разгерметизировался. Газ оперативно перекрыли, но воспламенился газовый факел. Местные жители увидели столб огня, поднимающийся в небо. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям утверждают, что никакой угрозы для людей нет. Эвакуировать их не планируют, и подачу газа в населенные пункты приостанавливать не будут. В Укртрансгазе также сообщают о том, что никаких проблем с поставками газа в Европу из-за аварии на Союзе тоже не будет. О том, что стало причиной разгерметизации, пока не сообщают, а специалисты на месте ликвидируют последствия этого ЧП. Сладкая вода вместо шампанского и перестрелка вместо праздничного салюта. Это новогодняя ночь в Широкине под Мариуполем. Чем еще она запомнилась украинским морпехом, расскажет Станислав Кухарчук. Предновогодняя суета на фронте почти ничем не отличается от гражданской. Все в спешке готовятся к празднику. Украинские морпехи в Широкине уже к 8 вечера собирают на стол. Даже здесь, на передовой, ребята умудрились создать почти домашний уют. Шашлычок, картошечка, грибочки, колбаска. Салатики. Домашняя закатка. Домашняя? Да. Сила привезут, присылают. На этом новогоднем столе алкоголю места нет. Из напитков только чай, кофе и сладкая вода. Бойцам расслабляться никак нельзя, они на самой крайней позиции. И вот за час до Нового года с определьной стороны стали стрелять. Тревога оказалась ложной. Боевики открыли огонь в воздух, встречая Новый год по московскому времени. Но наблюдения морпехи все равно усиливают. Позиции боевиков от нас находятся где-то в 80 метрах. Сейчас без 5 минут 12. В это время уже кто-то готовится открыть бутылку шампанского, зажигая бенгальские огни. Вот ребята на передовой ждут очередной атаки боевиков. Вместе с бойцами на наблюдательном пункте встречаем Новый год и мы. Ровно в полночь Александр спешит поздравить родных и близких. Люблю, целую, всем привет, еще раз в Новом году. Едва Саша успевает закончить разговор, начинается стрельба и уже не в воздух. Линию фронта озаряют осветительные ракеты и трассеры пуль. Хаотичный обстрел длится около 10 минут. После тишина, до самого рассвета. И так прошла новогодняя ночь практически на всех участках Мариупольского направления. В районе Маринки обстреляли украинские позиции со стрелкового оружия. Ответный огонь наши военнослужащие не открывали. Придерживались режима тишины. По остальным направлениям обстановка более-менее спокойная была. В Широкине на протяжении дня перестрелок больше не было. Между собой морпехи даже шутят. У боевиков в празднике новый враг. Похмелье. Станислав Кухачук, Владимир Гедов, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Сегодня в центре столицы также организовали факельное шествие в честь 107-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Как все это было, расскажет Олег Решетняк. Он с нами на связи. Он сегодня целый день провел на Майдане. Олег, здравствуй. Расскажи все подробности. Добрый вечер, Наталья. Сейчас мы находимся на Майдане. Сюда мы пришли вместе с факельным шествием, которое, кстати, началось в парке Тараса Шевченко. Вот с самого памятника Тараса Шевченко. По периметру парка стояла охрана, стояли работники полиции, национальной гвардии. Все они тщательно проверяли каждого человека, который заходит на территорию парка. И после этого только пропускали. Ну, честно скажу, создавалось внушительное впечатление безопасности. После того, как, ну, 18.00 началось, собственно говоря, это все в факельной шествием, все участники этой акции распалили факелы и начали двигаться в сторону Майдана. Вот я вам предлагаю посмотреть и послушать, как это происходило. Про нее мечтаем мы, и за ней мы боремся. Я хочу, чтобы моя дитина знала героев Украины, справедливых героев, кто и в немецких коттеднях, и в советских коттеднях отстояла в одне Украину, нашу державу. И бачила, что нас много, и украинская нация не переможна. Слава Украине! Ну, вот, в общем-то, как говорили организаторы, они планировали, во всяком случае, что придет около 500 человек, ну, и сами организаторы и пришедшие констатируют, что было реально несколько тысяч человек. Это очень интересно, с учетом того, что это только 1 января, да? Ну, когда шествие закончилось, и вот здесь, на Майдане, прошло вече, спели гимн, и все мирно разошлись. Наталья. Спасибо, Олег. Олег Решетняк о факельном шествии в честь Степана Бандеры в центре Киева. День рождения Степана Бандеры отметили в нескольких городах Украины. Во Львове в факельном шествии приняли участие не только жители города, но и туристы, приехавшие сюда на праздники. Всего около тысячи человек. Они прошли по центру города от облсовета до памятника Степану Бандере. В Одессе шествие было не таким массовым. Около 200 активистов прошли через центр до памятника Дюку на Приморском бульваре. В Кировограде на акцию памяти собрались около сотни человек. Они спели гимн, и под звуки барабана с развернутым портретом Степана Бандеры и с зажженными факелами и фаерами двинулись к центральной площади, площади Героев Небесной Сотни. Там они помолились за героев прошлого, настоящего и будущего. Слава! 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 С сегодняшнего дня председательство в ОБСЕ переходит к Германии. Главной своей задачей на этом посту Берлин называет решение военного конфликта на востоке Украины. В первую очередь решение путем политического диалога. Об этом заявил министр иностранных дел в Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Полную программу председательства своей страны дипломат представит 14 января на совете ОБСЕ в Вене. Из сегодняшнего дня Украина официально стала непостоянным членом в Совете Безопасности ООН сроком на два года. Представлять Украину в организации будет Владимир Ельченко, который недавно сменил на этом посту Юрия Сергеева. Напомню, в совбес ООН входит 15 членов, 5 из которых это Франция, Британия, США, Китай и Россия. Постоянные и имеют право вето. В Соединенных Штатах в новогоднюю ночь были повышены меры безопасности. Там ожидали теракты и даже арестовали одного потенциального взрывника. Все подробности расскажет Дмитрий Анопченко. Он сейчас в Вашингтоне. Вопреки всем предупреждениям о возможных терактах, ну как в канун Нового года откажешься от традиций. Поэтому миллионы человек по всей Америке вышли на главные площади городов, чтобы встретить 2016-й. Самое масштабное празднование, конечно же, в Нью-Йорке на Таймс-сквер. В этот день туда чуть ли не всю полицию штата перебросили. И фотоскопом стало одним из самых популярных развлечений. Благо, чтобы разрядить обстановку, строгие силовики и фотографировались, и сами фотографировали всех желающих. По подсчетам мэрии, в центре мегаполиса собралось свыше миллиона человек. Практический рекорд. Если не учитывать то обстоятельство, что установить его помогло и небывалое количество полицейских. Власти опасались в основном взрывов. Поэтому Таймс-сквер нашпиговали взрывотехниками в Гражданском, которые не выделялись из толпы, но не столько праздновали, сколько следили за ситуацией. Был в этот день и арест. ФБР заявило, мол, сработало на опережение. И предотвратило теракт, который мог привести ко многим человеческим жертвам. За ним стоял ИГИЛ. Вот в этом доме в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, арестовали главного подозреваемого. По данным полиции, Эммануэль Латчман сочувствовал исламистам. Помогал им финансово, а в новогоднюю ночь собирался совершить теракт. В знак поддержки боевиков. А потом сбежать из страны. Уже и билеты были. Этот человек мусульманин отсидел в тюрьме, связывался с радикалами через интернет, разговаривал по телефону с террористами. Он планировал атаку, купил для этого все необходимое и собирался убить множество людей в новогоднюю ночь. В этом гипермаркете Латчман купил ножи, веревки, скотч, хлороформ с сообщником, который оказался платным агентом ФБР. Преступник поделился планами достать также взрывчатку и, по примеру, недавних парижских терактов ИГИЛа напасть на один из баров, где будут отмечать Новый год. Соседи арестованного рассказали журналистам местных новостей, что Латчман принял ислам в тюрьме, где отсидел пять лет за грабеж. Он был способен на любое преступление, ведь страдает психическим расстройством. Эти новости, конечно же, заставили американцев понервничать, но магия праздников берет свое. Впереди длинный уикенд, когда страна будет отдыхать, а полицейские усиленно работать. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал Интер. Угроза теракта омрачила празднование Нового года. И жителям Мюнхена, по данным властей, террористы планировали нападение на две железнодорожные станции. Горожан о возможном теракте через соцсети, сразу на нескольких европейских языках, предупредила полиция. Тех, кто уже в тот момент был на вокзале, эвакуировали. По предварительным данным, нападение планировали выходцы из Сирии и Ирака. В списке подозреваемых семь человек. Где они сейчас, полиция не знает, и призывает граждан по возможности избегать мест большого скопления людей. Министерство финансов России объявило дефолт Украины и подает иск в британский суд за неуплату долга времен Януковича. Это 3 миллиарда долларов. С подробностями Светлана Чернецкая из Москвы. Объявление дефолта не стало неожиданностью для Украины. Формальный срок погашения и обслуживания долга истек еще 21 декабря. И Россия предупредила, ожидает на своем счету перевод в размере 3 миллиардов 75 миллионов долларов до конца 2015-го. И в первый же день нового года Москва инициировала судебное разбирательство. Для этого обратилась в английскую фирму со столетней историей. Дело Дебенча Траст Корпорейшн является доверителем и менеджером закрытого траста. И по сути у нее Россия купила евробонды Украины на 3 миллиарда долларов. Это мировая практика государственных займов. И суд по этому делу состоится в Великобритании. Россия намерена внимательно изучить любое существенное предложение от Украины. А также полагает, что инициирование судебного разбирательства не исключает конструктивного диалога в целях достижения приемливого урегулирования задолженности. Эти 3 миллиарда долларов Россия дала взаймы Украине в декабре 2013-го президенту Януковичу после срыва договора об ассоциации с ЕС. Москва планировала выкупить украинские еврооблигации всего на 15 миллиардов долларов. Но Евромайдан и новое правительство изменили эти планы. Киев требовал реструктуризации долга, то есть списания 20% от общей суммы и продления срока его погашения. На такие условия согласились международные частные кредиторы Украины. Но не Москва. Тогда Украина вела мораторий на выплату этого займа, который в народе уже прозвали долгом Януковича, в ожидании суда. Вот как комментировал эту ситуацию премьер Яценюк на заседании Кабмина два дня назад. Уряд Украины принял решение про запроваджение моратория на 3 миллиарда долларов боргов, которые не мы брали. Мораторий запровадженный до того момента, пока или Россия прийме пропозицию Украины, или будет соответствую судовую решение. И мы в полной амуниции, полной готовности до судовой войны с Российской Федерацией. А министр финансов Наталья Яресько тогда заверила, после новогодних праздников диалог с Кремлем по вопросу реструктуризации займа продолжится. Сегодня же вступил в силу российский закон об остановке действия договора о зоне свободной торговли с Украиной. Это ответная мера Москвы на вступление в силу экономической части ассоциации между Украиной и ЕС. Она действует с сегодняшнего дня. Кроме того, с 1 января вводятся продовольственные санкции России. Часть украинских товаров будут облагать пошлинами, еще часть запретят ввозить. Киев подготовил ответные меры. Они вступят в силу 10 января. Но еще одно нововведение Кремля. Владимир Путин подписал указ о мерах безопасности при транзите грузов из Украины в Казахстан через Россию. Отныне автомобильные и железнодорожные грузы из Украины должны идти с территории Беларуси. Водители должны будут иметь при себе специальные учетные талоны и пользоваться российской спутниковой системой ГЛОНАСС. Светлана Чернецкая, Сергей Ветметь. Подробности телеканал Интер из Москвы. В Египте на реке Нил затонул паром, курсировавший между двумя деревнями неподалеку от столицы. Погибло не менее 18 человек, среди которых женщина с тремя детьми. На месте крушения продолжаются сейчас поисково-спасательные работы. Причины трагедии пока не установлены. Полиция рассматривает две версии. Перегруженность судна и сложные погодные условия. В Дубае 16 человек пострадали в результате пожара в отеле Небоскребе. Огонь вспыхнул на 20 этаже 63-этажного здания всего за несколько часов до Нового года. Пожарные боролись с огнем всю ночь. В результате 15 человек получили ранения. И у еще одного постояльца случился сердечный приступ. Что стало причиной пожара, пока неизвестно, но по одной из версий, виной всему пресловутый фейерверк. Мы ждали фейерверки на Бурдж-Халифе. Как вдруг почувствовали запах гари. Потом дым был уже повсюду. Появилось пламя, отель пылал. И кажется, даже прогремело два взрыва. Было очень страшно. Мы не могли понять, что происходит. 26 часов понадобилось 2016 году, чтобы вступить в свои права. Началось все с Тихоокеанской республики Карибаси. А закончилось чуть более 6 часов назад. Там же, в Тихом океане, на американских островах. Хауланд и Бейкер. Как встречали Новый год по всему миру, расскажут наши корреспонденты. Вот так начался новый 2016 год в Австралии. И это сказочное действие в Сиднее наблюдали в то время, когда украинские хозяйки еще только готовили блюда к новогоднему столу. А через 9 часов к новогодним празднованиям присоединилась Украина. Новая Зеландия, Австралия и Япония. Новый год встретили одними из первых. В Северной Корее 15-минутный фейерверк в столице транслировало гостелевидение. Праздник устроили за 3 часа до наступления Нового года. А вот традиционный новогодний салют в полночь в Пхеньяне по непонятным причинам вообще отменили. Дольше всех Новый год отмечали в России и в стране 9 часовых поясов. Европа 2016-й встретила, помня о парижских терактах. В самой французской столице после ноябрьского ужаса в этом году отказались от фейерверков. Полицейские всю ночь провели в режиме полной готовности и повышенных мер безопасности. А туристы и жители Парижа в этот раз на Елисейских полях любовались световым шоу, спроецированным на Триумфальную арку. Необычайной красотой новогодних огней порадовал Лондон. И пока в центре британской столицы наслаждались удивительным салютом, премьер-министр Дэвид Кэмерон по телевизору заверил англичан, что в следующем году террористам не даст спуску. Пережившие в ушедшем году экономические потрясения греки наслаждались скромным фейерверком над Акрополем. Некоторые немцы традиционное световое шоу в Берлине променяли на марафон. И уже утром первого собрались в центре города, чтобы начать год сбега. Не отстают от спортивных немцев и итальянцы. В Риме 1 января прошло традиционное ныряние в холодные воды Тибра. В это же время в Ватикане Папа Римский Франциск правил торжественную мессу, призывая всех к любви и миру. Заканчивался Новый год на американских континентах. В США своими размышлениями о том, как удалось изменить к лучшему Америку, за 7 лет президентства делился Барак Обама. В Южной Америке в ожидании самого главного года, года будущих Олимпийских игр, более 2 миллионов бразильцев вышли на пляж Рио-де-Жанейро. Там любовались огненным представлением долгих 16 минут. Надежда Павлак Вачкова, подробности, телеканал Интер. Горячие голландцы в Северном море, вулканический фейерверк в Мексике и чудо новогоднего приземления американского авиалайнера. Об этом не только в нашем обзоре. Новогодняя снежная буря накрыла Израиль. Невиданные в юге врасплох застали жителей голландских высот и Верхней Галилеи. В некоторых районах толщина снежного покрова достигла 60 сантиметров. Несколько городов осталось без электричества. Из-за снежных заносов перекрыты главные автомагистрали региона. Теперь снег ждут в Иерусалиме. Благополучное приземление в новогоднюю ночь. Не иначе как чудом свое спасение называют пассажиры американского лайнера, следовавшего из штата Флорида, Вайову. Во время полета послышался громкий звук, будто бы что-то треснуло. Оказалось, вышел из строя один из двигателей. Самолет пришлось экстренно посадить в штате Теннесси. На борту находилось 153 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. В Новый год с чистым воздухом в самом грязном городе мира, 20-миллионном Нью-Дели, стартовала масштабная программа по снижению загрязнения воздуха. Власти распорядились в нечетные дни выпускать на улице частный транспорт только с нечетными номерами. По четным дням счетными. За нарушение штраф 30 долларов. Или же конфискация машины. Программа продлится минимум две недели. И мороз им ни почем. Сотни голландцев окунулись в воды Северного моря. А все ради того, чтобы в Новый год вступить без прошлых обид и неудач. Большинство этих людей уже не первый раз купаются в морозной воде. И убеждают, метод действует. А главное, массовое купание отлично поднимает настроение. Шикарным подарком порадовал свою маму нападающий испанского футбольного клуба «Реал». Кришляну Рональду к Новому году презентовал ей белый Porsche за 56 тысяч долларов. Мама футболиста не удержалась и с радостью похвастала подарком в интернете. Сам журнал «Новый год» предпочел праздновать не семьей, а в Марокко с другом. Своеобразным праздничным фейерверком жителей Мексики порадовал вулкан Калима, который еще называют огненным. Ночью он выбросил три огромных облака, дыма и пепла. Магма разлилась на десятки метров вокруг. Для большинства из нас 1 января – это начало нового года, но для кого-то это еще и начало новой жизни. С каким характером рождаются в первый день года? Выясняла Ирина Романова. Астрологи говорят, что люди, появившиеся на свет 1 января, – это перерожденные лидеры. Конечно, в первые минуты и часы жизни трудно что-то сказать о характере ребенка. Но мы все-таки попытаемся это выяснить. В пятом столичном роддоме к обеду 7 новогодних подарочков. И все мальчики. А вот и она – уставшая, но счастливая мама первого рожденного в этом году малыша. Ждали его, говорит Алена, через неделю, но до Рождества сынуля не дотянул. Первый должен зайти мальчик все-таки, да? В 0,001 вес 3,430, 53 сантиметра. Со счетчиками, все как положено. Алена после Кесарева еще в реанимации. Ее первенец и арест пока в другой палате. Дает маме время прийти в себя после родов. А вот и он тихонько спит рядом с другими детками. Характер, правда, родителям уже успел продемонстрировать. Крикливый был страшно. И муж заметил, что он кричит. Он показал, что он первый. У него в дате рождения – это первое на первое. А вот еще одна счастливая мама. И тоже сыном первенцем. Рожала Ольга сына вместе с мужем. Может, поэтому сын и похож на папу характером, шутит мама. Другие мамы не решились показать своих деток и рассказать об их характере. Воспитание начинается еще, наверное, внутриутробно. От того, как родители относятся к ребеночку еще нерожденному. Как они между собой ладят. Я думаю, от этого многое зависит. Поэтому детки рождаются уже со своим характером. Чтобы жизнь была солодкая, здоровье медсеного. Боже благословение. Чтобы дети росли, родителям радость. Жить в мирной стране, добиться успеха. Всего самого лучшего своему сыну, ну и всем детям Украины. Особенно, которые родились точно так же в новогоднюю ночь. К этим поздравлениям присоединяются Ирина Романова, Вадим Ревун и программа подробностей телеканала Интер. Это все на сегодня. Желаю вам хорошего, теплого праздничного вечера. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова